МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ставка осталась на прежнем уровне. Что это даст? Курсор вместо крана-машиниста. Железнодорожную логистику доверят искусственному интеллекту. В гостях нехорошо. Аналитики назвали самые опасные, хоть и популярные для туристов, страны. Подробности прямо сейчас в студии работает Мария Черешнева. Здравствуйте. Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 7,75%. В прошлом году регулятор дважды снижал показатели, дважды повышал его. Почему на этот раз ключевая ставка осталась неизменной? И что будет в наступившем году с ценами? Об этом в рубрике «Мнение эксперта». Решение было принято с учетом следующего. В первую очередь, годовая инфляция в январе продолжала соответствовать нижней границе прогнозов Банка России. Повышение ставки НДС умеренно повлияло на стоимость потребительских товаров и услуг. Тем не менее, инфляционные ожидания, как компании, так и населения, продолжают расти. Сохраняется неопределенность относительно изменения внешних условий и динамики цен на отдельные категории продуктов. Политика Банка России способствует снижению инфляционных рисков и закреплению инфляции на уровне близком к целевому значению. Поэтому Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 7,75 годовых. С учетом данного решения, годовая инфляция вернется к 4% в первой половине следующего года. В январе годовой темп прироста потребительских цен в среднем по России увеличился до 5%. Особенно подорожали некоторые продовольственные товары, что во многом объясняется восстановлением цен после их существенного снижения во второй половине 2017-1.5.2018 года. Вклад повышения в НДС в динамику цен был умеренным. В полной мере влияние НДС на инфляцию можно будет оценить не раньше апреля текущего года. По прогнозу Банка России, под действием повышения ставки НДС и произошедшего в прошлом году ослабления рубля, годовая инфляция временно ускорится, достигнув максимума в первом полугодии. А к концу этого года инфляция составит 5-5,5% годовых. Специалисты онлайн-сервиса по поиску билетов назвали самые опасные для путешественников страны. Выводы они сделали на основе анализа сообщений Министерства иностранных дел, статистики Российского Союза туриндустрии и личного опыта путешественников. Список возглавила Бразилия. Хотя преступность там уже снизилась и туристы зачастую останавливаются жить в фавелах, именно эта латиноамериканская страна остается привлекательной, но опасной. Бдительнее следует быть тем, кто едет в Турцию, там все еще неспокойно, а в Индии высок риск отравиться хоть едой, хоть воздухом. Как ни странно, в антирейтинг попала Франция. Там следует опасаться забастовок и беспорядков. Ученые смогут увеличить объемы железнодорожных перевозок. Специалисты Московского физико-технического института сейчас разрабатывают умную систему прогнозирования и оптимизации движения транспорта. Она должна учитывать одновременно множество показателей и состояние полотна, габариты, количество вагонов, нагрузку. Сопоставив все это, искусственный интеллект сможет оптимизировать трафик на определенных участках. А это приведет к росту объемов перевозок и, соответственно, прибыли. В перспективе вся транспортная экосистема будет работать в автоматическом режиме, то есть поезда-беспилотники будут получать команды о снижении скорости или коррекции маршрута напрямую от интеллектуальной системы и без участия человека. Антикоррупционное законодательство существенно меняться не будет. Об этом заявил министр юстиции Александр Коновалов. Цитирую. Никто никогда не говорил, что есть обстоятельства, извиняющие коррупцию как таковую. Корпус основных норм, которые коррупцию преследуют, никто не собирается менять и корректировать. А наши поправки в закон о противодействии коррупции носят технический характер. И напоследок немецкие изобретатели разрабатывают возобновляемое топливо, причем курируют проект правительства Германии. Решают одновременно две задачи – минимизация выброса в атмосферу загрязняющих веществ и продуктивность топлива, чтобы можно было передвигаться длительное время. Один из вариантов, который уже предложили ученые – топливо на соломе или других чистых биоматериалах. А на этом у меня все. До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok